Впервые все секреты профессионального выращивания овощей от специалистов сельхозакадемии и Центра поддержки садоводов и огородников России. В уникальном онлайн-проекте «Агроном в каждый дом». Дорогие садоводы и огородники, у нас сегодня с вами начинается ответственное мероприятие или ответственная работа. Сегодня мы с вами займемся пикировкой растений томата. Вот мы с вами высевали семена и у нас появились такие прекрасные сходы. И у каждого, наверное, из вас немножко поднимется весеннее настроение, посмотрев на такие зеленые большие растения. Как же мы будем пикировать? Пикировка – это пересадка растений на большую площадь питания. Для чего мы проводим пикировку? Ведь растения можно и выращивать без пикировки. Так как у нас небольшие участки посадочные, то растения мы лучше будем выращивать с пикировкой. Для этого мы берем растения наши и будем пересаживать на большую площадь питания. Куда это можно пересаживать? Можно пересаживать вот такие кассеты, наполненные почвенной смесью. Можно пересаживать вот такие ящики, наполненные почвенной смесью. И можно пересаживать горшочки, наполненные почвенной смесью. Почвенная смесь можно брать готовую для томата, приобрести в магазинах. Или можно приготовить самим. Это берется одна часть дерновой земли, одна часть торфа, одна часть перегноя и одна третья часть песка. Все перемешивается и на ведро смеси добавляется стакан золы и столовая ложка комплексного удобрения. А еще лучше взять какое-то универсальное удобрение, называется комплексное удобрение с микроэлементами. Их много в магазине продается, и кемира, и универсал, и фертипла. Здесь помимо азота фосфора и калия содержится магний, железо, марганец, медь, столовую ложку. Или можно взять почвенную смесь, приготовить одна часть дерновой земли, и одна часть перегноя, и одна третья часть песка. И точно так же залом добавляем и на ведро смеси, и столовую ложку комплексного удобрения. Смесь мы подготовили, заполнили ячейки, ящики. Затем мы проливаем эту смесь 1% раствором марганцовки. И также можно приготовить фитоспорин в растворенном виде, который можно использовать. И столовую ложку растворенного фитоспорина на ведро воды. И тоже проливаем после марганцовки. Если марганцовкой мы горячим раствором проливаем, то фитоспорин разводить лучше в тёплой воде. У нас почва как бы немножко подсыхает. Затем перед пикировкой мы почву рыхлим в ячейках немножечко. Так вот, разрыхляем, разрыхляем. Так же, чтобы она у нас была не очень плотная. За день до пикировки мы наши сеньцы поливаем, например, вечером. А утром, если будем пикировать, или утром обильно полить, а вечером можно пикировать. И затем только будем выбирать эти сеньцы. Когда мы выбираем сеньцы, мы их подкапываем. Вот берём наш первый гибрид, который мы будем пикировать, и утром подкапываем. Чтобы сохранить корневую систему. Даже очень важно, когда вот этот главный стержневой корень немножко отрывается, как бы проводится прищипка главного стебля. Тогда будет лучше развиваться мочковатая корневая система. Выбираем рассаду. И перед пикировкой, если вы возьмёте вот такой колышек, делаем в такое углубление. И наш сеньец погружаем в почву по семидольные листочки. Вот перед пикировкой сеньцы должны иметь хорошо развитые семидольные листочки. И первую пару настоящих листочков. И погружаем. И затем, если есть возможность, можно здесь полить. Поливаем. 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 Затем обжимаем. Можно не поливать, можно потом. Когда распикируем все растения, пересаживаем, да, и распикируем, и, значит, потом можно всё полить. Но вот когда полёте вначале чуть-чуть, и затем, то у вас будет стопроцентная приживаемость. Что даёт нам пикировка? Вот мы пикируем. Растения пускаем в почву по семидольные листочки. За тот период, когда растение приживётся, на этом стебле появится дополнительная корневая система. И чем будет лучше корневая система, тем и растение будет затем лучше развиваться. А вот когда выращиваем без пикировки растение, оно как бы у вас вытягивается, и степень более тонкий получается у растения. А здесь будет больше развиваться корневая система, и растение будет иметь большую толщину стебля, и рассада наша будет более качественная. Ну вот пикируем. Так пикируем кассеты. Если нам нужно распикировать в ящики, то вот у нас в одну кассету мы по одному растению. Если нам нужно распикировать в ящики, то желательно дома пикировать по схеме 8 на 8 или 10 на 10. Если растения у нас высокорослые, то тогда пикируем 10 на 10. То есть высокорослые на пакете у вас должно быть написано индетерминатное, то есть неограниченный рост растений в высоту. Так, здесь я возьму немножко другой сорт в ящик. И вот, значит, здесь мы делаем такие вот две бороздки. Две бороздки. Пикируем. Отбираем самое лучшее растение, которое растения у нас могут встречаться больные, а у нас их нет, потому что мы обработали почву марганцовкой, обработали фитоспорином, и все растения у нас, все здоровые растения. То еще, наверное, сказывается то, что растения обрабатывали семена регуляторами роста. И вот пикируем. Так, вот, забыла, это отсюда или оттуда. Так, значит, пикируем. Так, вот на таком расстоянии. Значит, пикируем рядочек до конца. А когда начнем следующую пикировать, то растение следующего ряда должно быть между растениями. С тенями предыдущего ряда. Шарфутный порядок. Для чего это делается? Чтобы лучше растение освещалось с солнцем и площадь питания для всех растений была одинаковая. Ну, сначала пикируем растения, которые самые лучшие, чтобы рассада развивалась равномерно. Вот на такой ящик у нас где-то получится 10 растений высоко-рослых. Если растения более низкие, то тогда будем больше растений пикировать не 10 на 10 расстояния, а 8 на 8. Можно пикировать вот такие горшочки. Еще, когда насыпаем почвенную смесь, желательно не до верха насыпать. Но вот, когда посадим, она почвой немножко сядет, и как бы 1 см будет где-то у нас до края горшочка. Для пикировки горшочки желательно брать, чтобы они были одинаковые, как по высоте, так и по диаметру. И внизу были такие вот дренажные отверстия. Так и вот в этих кассетах. Здесь также на дне кассеты имеется отверстие. Для того, чтобы остатки воды в это отверстие вытекали. Вот так мы с вами пикируем. Обязательно после посадения, посадили растения, и обжимаем почвой. После пикировки, после пикировки, обязательно полить. Обязательно полить. Полили растения, распикировали. После этого растения сразу на солнечное место не ставят. Пусть они у вас постоят день теней. Ну, сутки можно в тени. А только потом на солнечное место ставите. Температура для роста и развития рассады томата, так как томат это теплолюбивое растение, должна быть где-то в солнечную погоду 22-24 градуса. Пасмурную погоду 20-22. А ночью температуру снижаем до 16-18. И обязательно много света должно быть. Если света недостаточно, то сейчас можно купить или приобрести вам подосвечивание. И вот если пасмурная погода, то первые периоды роста рассаду досвечивать. Если недостаток света будет, то рассада будет вытягиваться у нас. Как только распикировали, проходит у вас 8-10 дней. После пикировки рассада у вас прижилась. Можно провести подконку рассады. Подконку проводят специальными водорастворимыми удобрениями с микроэлементами. Итак, эти удобрения сейчас много различных. Но обязательно, чтобы, читайте, чтобы было водорастворимое удобрение с микроэлементами. Где-то для рассады. Можно вот такие микроудобрения растворимые мы приобрели для выращивания своей рассады. Первый подконку проводят через 10 дней после пикировки. И можно провести затем и вторую подконку. Тоже через 10 дней после первой подконки. Когда будем проводить первую подконку, дозу удобрения берут где-то примерно 20 граммов удобрения на 10 литров воды. И примерно, если в горшочках, то по 100 миллилитров на горшочек выливаются. Если у вас выращивается рассада на грязи, то расход 10 литров на 2 метра квадратных. Поливать рассаду, подкармливать рассаду, желательно в солнечную погоду. И до 11 утра или после 16 часов вечера. Если мы подкармливаем рассаду, то желательно потом, после раствора удобрения, немножко растения смыть чистой водой. Потому что, чтобы не было ожогов на растении. За неделю до высадки рассады, рассаду необходимо начинать приучать к постоянным условиям. Там, где рассада будет расти постоянно. Если это теплица, то значит за 7-10 дней мы эту рассаду выносим в теплице. И пусть растение у вас запаляется, говорят. Или привыкает к условиям постоянного места выращивания. Также за неделю до высадки на постоянное место рассаду можно обработать от фитофторы. Если это самая опасная болезнь на томате. Потом буре, пятнистость, кладоспориоз. Однопроцентным раствором бордосской смеси. Или также можно обработать профит кольтом. Это фунгицид такой. Ридамил кольт. Или можно обработать фитоспорином. Рассада перед высадкой на постоянное место должна быть высотой 25-30 см для теплиц. 20-25 см высота рассады для открытого грунта. Число листьев на рассаде должно быть 7-9 см. И желательно первая цветочная кисть. Такая рассада называется стандартная. Вот если мы вырастим такую рассаду, значит, мы уже вырастили. Первый этап у нас получен для получения хорошего урожая. Первый этап у нас получен для получения хорошего урожая. Первый этап у нас получен для получения хорошего урожая. Первый этап у нас получен для получения хорошего урожая.